Вот так еще никогда не было, чтобы гречку вот так выставляли, соль, сахар и масло. Такие основные продукты стали вот так, видите, не на полках, а она между рядами, прям палетами выставляет. В российских регионах, где ввели желтый уровень опасности, продолжается ажиотажный спрос на самые ходовые продукты. Чтобы его уменьшить, устраивают ярмарки. Это очередь за сахаром на одной из них в Белгороде. Пришел, смотрю просто. По-моему, люди зря устроили это. Всеобщим паническим настроением стали поддаваться даже местные власти. Людям и так непросто. Зарплата же не увеличивается. Как людям жить при зарплате в 25 тысяч, имея четырех детей? Честный вопрос, который мне задается, я не знаю, как ответить. Когда цена на сахар увеличивается в два раза. Заметно дорожают едва ли не каждый день не только социальные продукты. Заехала фруктом детям купить, закончились. Бананы были по 104 рубля, сегодня уже по 109. Яблоки 132 рубля. Твердые, как кол. Кофе. Цены за облачные по 500 рублей. Более-менее. Резко возросли цены и на непродовольственные товары. На бытовую технику. Вот только задумала что-то купить, подорожала, значит, отставили покупку. При этом далеко не все жители понимают, что рост цен и исчезновение с полок некоторых товаров – прямое следствие санкций из-за вторжения России в Украину. У нас что, мясо из Америки везут? Сахар из Америки везут? Вопрос. Почему мы злим народ? Или это специально делается, или же прокуратура города не работает. Люди живут уже из последнего. Ну, хлеб дорожает, мука, основные продукты дорожают. Почему? Сахар, посмотрите. Ну, что это за искусственное повышение цен? И такое неведение из-за того, что большинство живет в параллельной реальности, созданной пропагандой. Ведь по телевизору людям каждый день рассказывают, что в ходе так называемой спецоперации в Украине якобы не гибнут мирные граждане. Мы простые люди, но смотрим новости и все. У нас на Черном море стоят корабли под водой и над водой. И стоит там такое оружие. Все знают. Направили. Как жахло. Раз точечно, вот как в Харькове. Раз аэродром точечно. Люди мирные живы. А их у всех сложилось здание. Нет, это не война. Как я это понимаю для себя, что это зачистка от нациков. Запад не хочет идти навстречу России. И поэтому это все и произошло. Как бы безвыходная ситуация. А тех, кто знает правду о российских военных преступлениях на территории Украины, очень мало. Мы не хотим войны с Украиной. Мы дружим с Украиной. И не верим мы, что Украина хочет войны с нами. Ну, не верим. И не поверим. Потому что мы их хорошо знаем. Мы привыкли к этому. То есть мы действительно на границе. Действительно родственники тут и там. Ну, конечно, хочется поскорее, чтобы это все закончилось. А что закончилось? Ну, нападение России на Украину. Ну, вот эти действия, которые руководствуются нашим президентом. Ну, конечно, мы с ними не согласны. Но выходить на улицы страшно. Но с каждым новым введением санкций постепенно становится больше тех, кто задается вопросами, кто виноват и что делать. Проедительство менять надо. Да и все. Что, чтобы они ее сама? Куда это? А людям что делать? Ну, вот эти они последние гроши, ну, куда это? Даже на похороны не соберутся. Дальнейшее ухудшение и экономической ситуации, и пустые полки. Вот то, что как бы мотивирует холодильник. Да, и призыв в армию. То есть красиво смотреть на российские победы в телевизоре. А когда за это нужно непонятно за что, собственно, положить жизнь свою или своих близких, тогда люди начинают, я думаю, задумываться. Протестные настроения также начали усиливаться из-за сокращения доходов и роста безработицы в связи с уходом из России многих компаний. Есть предприятия, которые закрылись и находятся в простое. Они не уволили своих работников. Но по закону те люди, которые там работают, они получают, если по вине работодателей, две трети заработка. Если не полная неделя работают, то заработок снижается по договоренности. То есть люди серьезно потеряют в доходах. Согласно статистике, в целом по России уже насчитывает от 16 до 20 миллионов граждан, живущих за чертой бедности. К примеру, в Воронежской области треть населения едва сводит концы с концами. Наталья Волошина специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.